Альфред, вы были на этой неделе в Баварском парламенте, я вас сопровождал там, вы немцам рассказывали, что это все сказка или что это миф, что Германия сильно страдает от этих санкций. В двух словах, очень коротко, вы можете главное сказать, что вы там по экономическим вопросам рассказывали, потому что немцев это удивило, я видел по глазам журналистов, они сначала не очень хотели верить, когда вы ему же конкретные цифры там называли, они стали задуматься. Ну, я не буду сейчас утруждать цифрами, я считаю, что Германия в последнее время демонстрирует устойчивый экономический рост, и поскольку она одна из самых главных экспортных экономик мира, она по объему экспорта сравнима с Китаем, сравнима с Соединенными Штатами, хотя по населению, как вы понимаете, она значительно меньше, и Китая, и даже Соединенные Штаты. Поэтому для России экспорт, для Германии экспорт всегда имел огромное значение. И в последние годы экспорт растет, несмотря на санкции. Да, экспорт с Россией в Россию, он снижается, но он снижается точно так же, как, например, в Бразилии. А вроде в Бразилии никаких санкций не было, просто и в Бразилии, и в России, экономический спад. Поэтому значительная часть падения немецкого экспорта в Россию объясняется внутрироссийскими причинами, причинами экономических проблем в России, а вовсе не наличием или отсутствием санкций. Санкции повлияли на немецкий экспорт в Россию очень маргинально. Я даже не знаю, может быть, есть какие-то расчеты, но они могут показать, что это статистически пренебрежимые причины. Альфред, у нас одна минута. Я знаю, вы можете обидеться, если я Трампа не буду упоминать. Давайте компромиссным образом. Трампа не будем упоминать, но будем коротко о Соединенных Штатах. Компромисс. И вы мне рассказывали интересные цифры на этой неделе. За минуту уложите. Главной тенденцией за последних недель в мире является падение, очередное падение цен на нефть. Почти на 5 долларов за баррель, то есть, грубо говоря, на 10%. И это несмотря на то, что Россия и страны ОПЕК договорились снизить производство, снизить добычу нефти. Россия, в частности, снизила добычу нефти за последние 2,5 месяца на 300 тысяч баррелей в сумму. Это очень много нефига. Так я могу сказать, что тем временем Соединенные Штаты, которые к этому соглашению не присоединились, и которые сейчас испытывают экономический бум, и новая политика президента Трампа о либерализации добычи нефтяного рынка, она начала действовать. Они за это время, пока Россия сокращала объемы добычи, они на те же самые 300 тысяч баррелей в день нарастили добычу. И поэтому цены упали, а прибыль, которая была от высоких цен, была получена не Россией, а Америкой. Спасибо вам за нашу сегодняшнюю беседу.